Дорогой народ, как вы помните, наш последний митинг прошел 11 декабря. Мы сделали паузу на 4 месяца, чтобы вы с вами глазами увидели все то, о чем мы неоднократно заявляли и что предвидели, и чтобы созрел момент для перехода к последнему, решающему и победному этапу нашей борьбы. Момент созрел, и этап нашей решающей борьбы мы начинаем с сегодняшним митингом. Что произошло за прошедшие 4 месяца? Вы, должно быть, помните, что 16 июня 2021 года в Женеве прошел саммит Путина и Байдена, во время которого Джо Байден дал Владимиру Владимировичу срок в 6 месяцев для того, чтобы последний пришел в себя, протрезвел и вернулся в конструктивное поле. Тогда Запад еще был готов говорить и договариваться с Путиным относительно места и роли России в создаваемом новом мировом порядке. Путин попросил 9 месяцев времени, то есть до марта 2022 года, потому что Владимир Путин обременен сумасшедшим намерением по восстановлению СССР. Иными словами, присоединением Украины, Молдовы, Грузии и Армении к Союзному государству России и Белоруссии и их поглощением. Байден отказал Путину и дал ему лишь 6 месяцев времени. И с точностью день в день, то есть 16 июня по 16 декабря, когда закончился данный Владимиру Путину 6-месячный срок, 16 декабря прошел саммит за демократию, которым в Соединенные Штаты Америки сказали следующее. Господин Путин, предоставленное вам время и стекло. После этого на нас не обижайтесь. Таким образом, Байден прервал беременность Путина и сорвал его планы. В результате, в марте 2022 года, то есть 9 месяцев спустя, чудовище СССР-2 не появилось на свет. Как того хотел царь. А начинают рождаться маленькие, но суверенные и достойные государства. Руководимое Владимиром Путиным и Александром Лукашенко союзное государство – нежизнеспособное и бездыханное отродие. На следующий же день саммита за демократию, 17 декабря, Путин начал совершать свои отчаянные и безумные шаги, понимая, что он стал загнанным в угол крысой. Россия представила НАТО и США свой идиотский и сумасшедший ультиматум. С 10 по 13 января имела место последняя попытка вернуть Путина в конструктивное поле, которое, конечно, не увенчалось успехом. Потому что Владимир Путин неисправим. 24 февраля Россия совершила равнозначный самоубийству шаг. Она напала на соседнюю и суверенную Украину, положив начало поражению, провалу и также, может быть, раздроблению России. История Российской империи полна примеров, когда в результате провала внешней агрессии империя теряла часть своих территорий. Мы сейчас живем в решающем периоде сотворения нового миропорядка, который обременен как новыми вызовами для Армении, так и открывающимися возможностями. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.